В сегодняшней презентации мы поговорим по настройке межсистевых экранов, поговорим про принципы работы NAT в ATS-системе, что нужно будет учитывать, поговорим про SIP LG, что это такое, почему его нужно будет отключать, поговорим по настройкам именно на стороне сервера, касаемо провайдеров, касаемо 3CX клиентов, подключение между собой ATS-систем мостов, настройками SBC, поговорим также про порты, необходимые для удаленных телефонов, которые настраиваются как стан, ну и, конечно же, поговорим про встроенную функцию в 3CX ATS-системе, касаемо проверки сетевого экрана. Как вы уже, наверное, знаете, по умолчанию, во всяком случае рассчитывайте, что по умолчанию весь входящий трафик извне ваш файрвол будет блокировать. Так вот, чтобы этого не происходило, вам нужно будет убедиться, что вы корректно настроили ваш файрвол, это вам будет гарантировать подключение удаленных телефонов к вашей АТС, таких, например, телефонов через стан, да, ваших 3CX клиентов, настройка, возможно, с провайдером или с трехсторонней АТС, сможете подключить систему. В общем, по умолчанию весь трафик будет блокироваться, да, а если же вы настроите, откройте ваш файрвол, определенные порты, от которых мы сейчас будем гореть, все у вас будет работать. Конечно же, чтобы понять сегодняшний модуль, необходимы базовые знания маршрутизации, также вендоров ваших файрволов, которые вы будете настраивать. На нашем сайте вы можете ознакомиться, есть много пошаговых настроек разных брендов, можете посмотреть, допустим, PFSense доступны настройки точно, WatchGuard, SonicWall. Здесь, конечно же, если же определенных файрволов на сайте нету, настроек пошаговых, пожалуйста, сюда можете обратиться в техподдержку либо вашего вендора файрвола, который вы пользуетесь, либо воспользоваться Google мануалами, почитать и настроить. На заметку, хотелось бы сказать, что АТС, Трисекс, техподдержка не предоставляет настройки файрволов. Это на будущее, если будете обращаться к нам, имейте это в виду. Очень много информации будет доступно на сайте, которую вы можете почитать. Говоря про NAT, для чего нужен NAT. NAT будет вам предоставлять преобразование ваших внутренних IP-адресов во внешние IP-адреса. Следовательно, если ваш провайдер дает один или несколько внешних IP-адресов, конечно же, вы сможете использовать NAT и настраивать локальную сеть, намного больше внутренних IP-адресов, они будут, в общем, функция NAT будет конвертировать и изменять внешние IP-адресы соединения на внутренние. Следовательно, вы сможете настроить также правила в NAT и используют NAT, это Networking Address Translation, кто не знает, преобразование IP-адресов. ПАД – это порт адрес Translation, следовательно, вы сможете настроить порты, которые будут преобразовывать подключение извне, входящее под соединение на определенный порт, на определенный IP-адрес, который вы укажете. Используя NAT, вы сможете также настраивать внутренний доступ между сетями. Возможно, у вас есть внутренние сети, вы хотите, чтобы аудио ходило с одной подсети в другую, пожалуйста, вы это сможете сделать, сможете настроить аксесс-контрол-листы в вашем NAT-файрволе, чтобы трафик успешно ходил. Для чего нужны эти настройки? Конечно же, с вашими провайдерами, которые будут подключаться извне, ваши 3CX-клиенты, которые, скажем, помимо того, если вы будете устанавливать ATS-систему в локальной среде, она у вас будет также установлена в облаке, вам нужно убедиться, что все порты будут открыты, следовательно, удаленные клиенты с внешними IP-адресами могли успешно подключиться к вашей ATS-системе. SBC, фирменный мост, так сказать, который вы сможете подключить, установить как программу на компьютер, на Raspberry Pi, сделать туннель с ATS-системой и подключать настольные телефоны. То есть также подключение нескольких ATS, используя туннель, так же будет возможно, если вы пробросите... Хотелось бы сказать, что 3CX стала поддерживать... система стала поддерживать IPv6 в 15-й версии. Имейте в виду, что IPv6 поддерживается только в режиме Dual Stack, если вы используете IPv4 и IPv6 на одном адаптере. Также хотелось бы добавить, что IPv6 не поддерживается как маскарайд, если у вас за NAT-ом IPv6, данная настройка не поддерживается. Что если вы используете IPv6, так же добавляйте их в ваш файрвол, пробрасывайте настройки, чтобы все у вас корректно работало. Говоря про настройки NAT в 3CX-системе, имейте в виду, что проброс портов именно необходим по схеме Fulcon NAT. Любой внешний IP-адрес может связаться с внутренним портом, там, где установлена ATS-система. Получается, ограничение IP-адресов будет у вас именно в самой настройке NAT. Любой IP-адрес может подключаться, а уже какие IP-адреса, это вы сможете все настроить. Для чего именно нужна такая настройка по схеме Fulcon NAT? Ну, конечно же, ваши провайдеры часто используют более чем один внешний IP-адрес. Следовательно, если хотите ограничивать, пожалуйста, уточняйте диапазон IP-адресов, которые пользуются ваш провайдер, пробрасывайте их в файрвол. Мобильное устройство в 3CX-клиент, вы пользуетесь 3CX-клиентом. Каждый раз, когда вы не находитесь в офисе, где установлена ваша АТС, клиент будет подключаться либо по 3G, либо по Wi-Fi, в интернет-кафе, в кафетерии, в аэропорту. В каждой, в общем, сети будет уникальный внешний IP-адрес. Здесь либо вам нужно уточнять все эти диапазоны с тех сетей, которые будут подключаться, либо же убедиться, что у вас все будет открыто для внешних IP-адресов. Домашние телефоны у вас есть удаленные рабочие, которые работают с дому. Их провайдер периодически меняет внешний IP-адрес, возможно, после перегрузки рутера или каждую неделю, да, в общем, вам нужно будет убедиться, что либо вы уточнили диапазон IP-адресов и пробросили их, добавили в доверенный список, либо уже просто открываете порты. Говоря про SIP и SDP, в общем, SIP и SDP, данные протоколы должны именно определять ваш порт, да, который будет отправлять IP-адрес, и порт пакета, да, он должен соответствовать. В общем, внутренний порт должен соответствовать внешнему порту. Получается, вот мы видим на схеме АТС-систему, которая слушает на порт 5060 для регистрации SIP. На нашем фаерволе мы пробрасываем тот же самый порт 5060, да, на IP-адрес АТС. Получается, любой пользователь, который подключится извне на порт 5060, должен быть перенаправлен на IP-адрес сервера, да, конечно же, это будет обеспечивать постоянное подключение, да, и исключит проблемы с доставкой SIP-сообщений точно так же, как и звука. CPLG, говоря про сервер, его нужно будет отключать. Почему? Потому что CPLG будет именно отслеживать SIP-пакеты и изменять внутренне самого пакета. В примере мы видим, что АТС отправляет Hello1.234, фаервол его изменяет на сообщение, в общем, меняет. В реале, конечно же, это будет выглядеть, что в самом SIP-сообщении, да, CPLG просто возьмет и изменит IP-адрес, да, в SDP-контенте, либо же в самом заголовке SIP, скажем, в контакт, в заголовке, да, изменит IP-адрес, и, следовательно, когда второй АТС отправит сообщение, клиент его получит, он просто не сможет ответить, да, будет указан некорректный IP-адрес. В общем, CPLG нужно будет отключать на вашем роутере, на вашем фаерволе. Как это делать? Конечно же, сможете ознакомиться с гайдами, которые мы уже сказали, доступны на наших сайтах, либо же воспользоваться мануалами вашего вендора. Необходимые порты для ваших провайдеров, для регистрации. По умолчанию мы используем порт 5060 на протокол TCP и UDP. Это именно для регистрации SIP, и диапазон портов с 9000 по 10999 протокол UDP только для звука, получается, да. Здесь будет входить трафик самого аудио, видео, возможно, если у вас есть видеовызовы, и, конечно же, получение факсов. Входящее соединение, в общем, 5060 TCP и UDP для SIP, если вы используете по умолчанию порт 5060, и диапазон портов 9000 на 10999 UDP. Говоря про 3CX клиент, 3CX клиент точно так же один и тот же порт будет использоваться для мостов, для SBC, это порт туннеля. Мы используем порт 5090. В общем, здесь вам нужно убедиться, что TCP и UDP проброшены для 5090. Получается, данный порт будет инкапсулировать SIP и RTP. Также нужно будет пробросить порт 5001 на TCP. Данный порт будет передавать статусы присутствия ваших коллег, если вы используете 3CX клиент, скажем. Если у вас настроены настольные телефоны, здесь будет передаваться телефонная книга, журнал событий, вызовы ваших по HTTPS, в общем. Также 5000 будет использоваться, порт 5001 будет использоваться для веб-митинга. В нем будет передаваться лого самого митинга, уведомления, чат в чате. Скажем, если кто-то зашел в чат, вы сможете в 3CX клиенте получить уведомление, что вас ожидают в митинге. По исходящим портам вам нужно убедиться, что если у вас есть строгое ограничение в вашем фарволе, на внешние соединения убедитесь, что всегда будет соединение с сервером веб-митинга, так как сервера веб-митинга находятся в облаке. В общем, резолвьте данные в QDN, который указан выше, веб-митинг 3CX.net, и добавляйте его в исключение, чтобы ATS могла периодически связываться с сервером веб-митинга. На протокол тут TCP, на порт 4.4.3. Конечно же, если данные все порты проброшены, вы сможете начинать веб-митинг и также получать уведомления в чате. Удаленные телефоны, стан, ваши настольные телефоны, будут также использовать идентичные порты, которые используются для провайдеров. Это по умолчанию ваш SIP-порт, он же 5060, TCP, UDP, и диапазон портов для аудио 9000 по 10999. Как мы уже сказали, автонастройка, телефонная книга, статусы присутствия, веб-митинг, все будет использоваться по порту 5001, это если вы выбрали его по умолчанию 5001, HTTPS-порт. Говоря про удаленную установку ОТС, если вы устанавливаете ОТС в облаке или, в общем, локально, вам нужно будет убедиться, что порт для HTTPS-подключения 5015 будет открыт только в момент установки. Получается, TCP для 5015 в момент установки, чтобы у вас был доступ к браузеру мастера установки. После того, как вы установите 3SEC-систему, у вас будет возможность проверить порты, корректно вы их пробросили или нет. В самой системе, вот есть меню, если вы обратили внимание, оно по умолчанию будет красным, как только вы установите, так как тест еще ни разу не был пройден, либо же пройден после, да, и некоторые порты не проброшены корректно, либо у вас включен CPLG. Все это будет, все это вы сможете увидеть с того, как попытаетесь пройти данный тест. Хотелось бы отметить, что сетевой экран, именно Firewall Test, будет проводиться только для UDP-портов. имейте это в виду, что TCP тестироваться не будет, следовательно, вам нужно будет все TCP-порты, да, какие-то, это порт 5060 TCP, порт 5090, снова же TCP, порт 5001, это наш HTTPS, и если вы будете пользоваться также SIP-TLS, это порт 5061, в общем, данные порты тестироваться не будут, следовательно, вы сможете воспользоваться либо внешними какими-то серверами, чтобы проверить его, много сайтов есть, которые, да, вы сможете проверить на доступность, или же используйте NetCAD, очень удобное приложение, да, и тестируйте ваш TCP-порт. Так будет выглядеть Firewall Check Test, да, мы видим, что он будет тестировать порт 5060, 5090, CPLG и диапазон портов для звука, медиа-серверами. В общем, не рекомендуем добавлять транки, добавочные номера удаленные, да, подключать мосты между тест-системой, почему? Потому что у вас регистрация происходить не будет, либо же, если будет, будет одностороннее аудио, да, получается, вы сможете, возможно, наружу отправлять аудио, но получать его не сможете. Так будет выглядеть периодически пройденный тест, получается, открыт будет порт 5060 и 5090, ну, диапазон портов для аудио не проброшен, да, здесь, как уже сказали, одностороннее аудио, ну, и, возможно, проблема с регистрацией в дальнейшем. В общем, все должно быть пройдено, зеленый цвет, также он будет отображен в вашей консоли управления, в общем, как будет это работать, АТС будет связываться с стан-серверами, своими стан-серверами, и стан-сервера будет отвечать с нескольких API-адресов, чтобы убедиться, что порт пройден, да, на каждый порт, который указаны, 5060, 5090, и диапазон всех аудио-портов, в общем, АТС будет их тестировать. Ну, давайте повторим, о чем мы говорили, в общем, схема fullcon.nat, любой внешний API-адрес может связаться с внутренним портом, да, и порт должен быть корректно направлен на API-адрес АТС-системе. Добавляем, настраиваем ваш NAT, делаем тест ваших портов, также отключаем cplg, если наш firewall-чекер его обнаружил, убедитесь, что вы его отключили, ну, и после этого, конечно же, система должна у вас работать корректно. Еще раз на заметку, TCP-АТС тестировать не будет, следовательно, вам нужно протестировать его самим. Про cplg, мы видели на картинке, когда был зеленый цвет, если, в общем, у вас появился красный цвет, здесь есть два теста, первый из них – это отправленная контрольная сумма, будет проверяться точно так же, как и полученная контрольная сумма. В общем, умная функция в АТС, она будет сравнивать данные значения, если они не соответствуют, в общем, значит, у вас пакеты были изменены, следовательно, cplg был обнаружен. Отключайте cplg и тестируйте снова ваш firewall. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы касаемо настройки ваша формула. Спасибо. 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 Имранда, спасибо за вопрос. Есть такие фирмы фарволов, которые 3CX конфликтуют? Нет, таких фирм нету. Если вы корректно пробросили ваш firewall, все у вас должно работать. Ну и, конечно же, всегда вы сможете воспользоваться Wireshark приложением, чтобы посмотреть, если правда корректно у вас проброшены порты или нет. Я вам после скину в чат очень интересный гайд у нас есть на сайте, как вы можете использовать Wireshark убедиться, что все порты корректно проброшены. Ну давайте продолжим с нашим следующим с нашим следующей презентацией на тему настройки SIP-транков. В данной презентации мы поговорим про необходимые компоненты, про виды операторов в 3CX системе, поговорим про значения SIP-транков, VoIP-операторов, поговорим про основные настройки входящих и исходящих правил и также рассмотрим исходящий Color ID, как его можно будет настраивать в 3CX системе. Перед тем, как начать, хотелось бы сказать, что ваш Firewall тест на стороне ATS должен быть пройден, вы всегда это сможете проверить, зеленый цвет будет гарантировать вам корректную работу подключения с вашими транками и внешними телефонами. По ссылке выше вы можете посмотреть, ознакомиться, какие SIP-провайдеры держатся 3CX в общем будет лист транков, все провайдеры, которые по ссылке выше указаны, 3CX их тестирует, сотрудничает с данными транками и будет гарантировать вам стабильность работы. Говоря про SIP-транки в ATS, говорили, есть поддерживаемые транки, а есть транки, которые используют уникальный шаблон, он же generic, один для всех, так сказать. В общем, разница между двумя, в первом случае мы тестируем провайдер, обеспечиваем, гарантируем его работоспособность, настраиваем все заголовки, которые будут использоваться. Во втором случае он в общем шаблон по умолчанию и вам нужно будет самим так сказать настраивать корректные SIP-поля, если они неправильно настроены. И хотелось бы сказать, что если у вас будут использоваться в общем операторы, которые мы не тестировали, здесь техподдержка помочь вам не сможет. Говоря про поддерживаемые транки в вы можете ознакомиться в листе, ссылочка которая была на предыдущем слайде, будет доступен весь функционал, что поддерживает транк, что не поддерживает. Возможно, также отмечаем в следующем чуть ниже, что не все транки поддерживают T38, даже если вы используете поддерживаемый транк, возможно, он не использует T38 протокол для факсов, следовательно, факсы работать не будут. В общем, всегда сможете посмотреть, что поддерживает транк и добавить тот транк, который нужен вам. Что такое SIP-транки, для чего они нужны? В общем, SIP-транк ваш VoIP-оператор доставит вам такую услугу, которую вы сможете в общем подключить вашу OTS к ней, используя DSL, используя IP, вы сможете подключиться к вашему провайдеру. Ваш провайдер следовательно подключен к другому провайдеру, другой провайдер к третьему и получается одна большая сеть, между которыми ходят звонки, факсы и так далее. В общем, транк вам дает аккаунт, логин, пароль, в АТ-системе выбираете нужный шаблон, вводите вашу информацию и подключаетесь к транку, через которую вы сможете делать звонки. Также провайдер вам предоставит либо один, либо несколько диоди номеров, те номера, на которые вам могут звонить. В общем, большое преимущество, вы можете находиться в разных странах, скажем, в одной стране использовать операторы других стран. Это даст вам плюс по местным тарифам, скажем, некоторые провайдеры вам будут давать определенные минуты бесплатные и так далее. Евгений, вот у вас был вопрос, у нас нет русских провайдеров, там есть их несколько, но есть. Шаблоны доступны в этой системе. Как добавлять SIP-TRANK в 3SEC-системе? Заходим в консоль управления, нажимаем на SIP-TRANK, кнопочка добавить SIP-TRANK, выбираете ваш, выбираете страну, если существует в той стране определенный провайдер, который вы ищите, да, и добавляете его. Ниже вы будете указывать номер DID, который будет ваш основной номер, да, мы пишем, что, в общем, данный номер будет отслеживать все номера, которые вы указали, если номера не будут совпадать, вся переадресация будет идти на именно основной номер, вот этот номер, который вы указали, он будет на 3CX, мы его называем номер ловушка, да, catch-all номер, в общем, если вы добавили три или четыре DID номера номера в вашу систему, но еще правила не создали входящие, кто-то вам позвонил на один из номеров, для которого правило не создано, что произойдет, переадресация на тот номер, который вы указали здесь, или же вы создали правила для всех других DID номеров, по какой-то причине ваш провайдер отправляет на АТС номер в другом формате, возможно, в интернациональном, либо в локальном формате, да, и в АТС номер не соответствует, снова же переадресация будет идти на основной номер. После того, как вы добавили анг, добавили ваш DID, вы сможете создавать входящие правила, да, по и перенаправлять их на добавочные номера, да, после уже на голосовую почту, делать переадресацию на другой номер, возможно, данное входящее правило будет предназначаться для получения факсов, также это можно будет сделать. Правило будет совпадать на основе DID, будет совпадать переадресация по времени дня под тем настройком, который вы создали, и, конечно же, по праздникам. Еще раз напоминаем про основной ваш номер, который вы указали. Говоря про DID номера в 3 секс, если вы откроете ваш сип-транк и окно DID, здесь вы сможете ввести все другие номера, которые предоставил вам ваш провайдер. Мы рекомендуем добавлять номера через звездочку последние 6 цифр минимум. Почему? Еще раз, есть провайдеры, которые отправляют, изменяют в общем номер. Часто в техподдержке замечали, что номер отправляется, скажем, у вас пример, есть номер 2 нуля, 1, 4, 5, 6 и так далее. Провайдер отправляет в один день номер без нулей, другой день с нулями, в общем, и как результат ваше входящее правило не срабатывает, которое вы добавили на основе DID правила. Так что, чтобы убедиться, что все это у вас работало, добавляйте DID, используя астериск, звездочку и последние 6 цифр вашего номера. После того, как вы его добавили, нажмите ОК и сохраните вашу настройку. Далее, заходите во входящие правила в окно «Концовь управления», входящие правила и добавить правила на основе DID. После того, как вы зададите имя, у вас будет окно, дропдаун окно, выпадающее, в котором вы сможете выбрать именно тот DID-номер, на который будет приходить вызов. Вот мы видим, данный номер используется со звездочкой, номер 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь, конечно же, вы будете настраивать маршрутизацию. В рабочее время мы видим, что номер будет идти на администратора, в нерабочее время АТС будет просто завершать вызов. Ну, конечно же, здесь вы сможете либо отправлять в голосовое меню, чтобы он послушал определенное сообщение, либо в зависимости от ваших потребностей в той компании, для которой вы будете настраивать звонки точно так же, как и запрещать вызовы на определенные номера, возможно, определенные страны и так далее. Номер, на который вы хотите ограничить, в вашем исходящем правиле вы сможете указать, возможно, ограничение будет на основе определенных внутренних номеров DID, может, групп номеров, либо же длина номера также может быть указана. Давайте мы посмотрим в следующем слайде. У нас будет окно с примером, как это выглядит в 3SX системе. Создаете входящее правило, добавляете его, задаете его название, указываете префикс, которое входящее правило будет применять. В данном примере мы видим, что префикс от 0 до 9 получаются все цифры, через запятую вы сможете добавить также плюс. Пожалуйста, здесь вы создаете ваше правило, в общем, цифры, которые вы можете указывать, это от 0 до 9 и также можно указать плюс для исходящего правила. Или же, как мы видим, в одном и том же правиле через запятую у нас, так сказать, будет одно правило для всех. Здесь вот вы указываете вызов с добавочным номеров, если есть какое-то ограничение, кто может пользоваться этим исходящим правилом, если у вас есть ограничения. И также можно указать длину самого номера. Ниже можно выбрать виртуальную группу номеров, которую вы до этого принастроили, разрешить только тем номерам производить звонки. Далее указывайте маршрут. Если у вас несколько сип-транков, возможно, шлюзы и так далее, вы будете указывать его чуть ниже. Маршрут 1. Мы видим, в моем случае, я назвал транк CC1. Я говорю, что цифры никакие удалять не нужно. Здесь вы, конечно же, сможете это все модифицировать. После того, как вы хотите отправить номер наружу, его можно модифицировать, удалить цифры. Сколько цифр? Первую, вторую, одну, две, три цифры. Цифры будут удаляться спереди. Ну и, конечно же, сможете добавить также цифры к вашему номеру, который будет отправлен наружу. Говоря про номера экстренных служб. Их, конечно же, мы рекомендуем настраивать не в исходящем правиле, а именно в настройках АТС. Оно будет доступно, если вы откроете вашу систему, консоль управления, вы зайдете в параметры, далее нажмете на АТС, настройка АТС, и внизу у вас будет добавить номер экстренной службы. Как мы уже говорили вчера, номер экстренной службы, если в вашем системе номерной план трехзначный, длина внутренних номеров трехзначная, не должен соответствовать, внутренний номер не должен соответствовать номеру экстренной службы. В общем, после того, как вы добавили, далее укажите маршрут, который он будет использовать, и правило будет создано. В 3SEX системе у вас будет возможность использовать либо один номер, внешний номер для всех, по умолчанию будет такая настройка для транков, скажем, у вас, если вы не указали в вашем добавочном номере никакой уникальный caller ID, его номер, как только пользователь захотит позвонить наружу, будет отображаться один номер для всех. Ну, и, конечно же, ваши провайдеры, не все провайдеры дают такую возможность уникальным использовать разные номера для разных пользователей. Так вот, в 3SEX системе вы сможете это все настроить, конечно же, в первую очередь вы уточняете у вашего провайдера, если провайдер поддерживает такую настройку и дает вам возможность указывать caller ID для каждого пользователя индивидуальные, и после в настройке в настройках вашего добавочного номера вы сможете все это указать. И, допустим, как в данном примере, мы видим, что если позвонит номер 100, отобразится номер 12345, позвонит номер 101, у него будет свой внешний номер, он отобразится 67890. Все это можно будет настроить в 3SEX системе. Говорят про caller ID, которые вы будете указывать в вашем трамке, для всех один общий, или же для каждого пользователя, их можно будет настроить в добавочном номере, и имейте ввиду, что формат должен соответствовать стандартам вашего провайдера. Из этого вы уточняете у провайдера, в каком формате вы должны указать данные caller ID. Первое, да, вот мы видим в примере, что, скажем, некоторых европейские форматы, в некоторых странах, некоторые провайдеры используются плюсом, плюс 49, некоторые нулями, некоторые вообще не используют нули, и так далее, да, вот здесь нужно будет уточнить, добавить добавочный номер, имейте ввиду, что пробелы включены, что вы не используете их. В общем, добавляйте ваши caller ID для провайдеров, и если у вас получается поддерживаемый SIP trunk, по умолчанию все это должно работать, если же нет, можем сейчас показать, как это выглядит на ТЭС, те, кто хотит произвести данную настройку. В общем, распространенные ошибки SIP trunk, как мы уже говорили, это SIP LG, после которого, возможно, у вас связь оборвется через несколько 32 секунды, либо же сразу возникнет какая-то проблема со звуком и так далее, односторонний аудио. коллеги, пожалуйста, если есть вопросы по данной теме, давайте будем рады на них ответить. Я пока что открою консоль свою и покажу вам, где находятся данные настройки для SIP trunk, о которых мы говорили. жду ваших вопросов. Пока что сообщите, пожалуйста, если вы видите мой удаленный экран. да, все, спасибо. Спасибо. Так, ну, пока мы будем говорить, пишите, пожалуйста, вопросы, не стесняйтесь. так, мы говорили по SIP trunk'ам. Настройки SIP trunk'ам находятся вот здесь, да, SIP trunk, добавлю, у нас есть, получается, две настройки, SIP trunk и SIP schluss, да, разница между ними, что SIP trunk, ATS в нашем случае будет клиентом, ATS, получается, будет отправлять регистрацию наружу, да, и сервер, сам trunk, да, будет отвечать, и мы, следовательно, на него зарегистрируемся. Если мы будем использовать SIP schluss, здесь же в нашем случае ATS будет являться сервером, и будет слушать на входящее соединение. В общем, разница между ними такая, да, возможно, кто-то скажет, ну, а какая разница между ними, у них одинаковые шаблоны, да, у них шаблоны там, если, generic шаблоны, да, если мы будем брать, они, так сказать, одинаковые у вас, да, вы можете посмотреть, но разница между ними, в общем, это сервер, это клиент, да, в нашем клиенте все SIP trunk, мы, ATS будут регистрироваться на них. В общем, выбираем страну, скажем, такой пример, выбираем, допустим, call centric в нашем случае, давайте, кстати, зарегистрируем один из ранков, нет. Так, нажмем далее, мы видим, что по умолчанию уже наш провайдер заполнен, да, заполнены его настройки, видим, что указан, мы знаем, что данный провайдер использует регистрацию с учетными данными, здесь его укажем фикансионной ID, да, и введем мой пароль. Здесь вы настраиваете переадресацию, да, основной номер транка, мы видим тот номер, который ввели, переадресацию, на какой добавочный номер, давайте мы поставим на, и нажимаем ok, давайте, кстати, посмотрим, если он зарегистрируется, даже в том случае, так как я не прошел firewall-тест, да, на моем, на моем сервере, все равно мой транк зарегистрировался, почему? Потому что мы помним, что SIP-транк будет регистрироваться к клиенту, следовательно, наружу, да, у меня никаких исключений нету, и мы сможем зарегистрироваться. Теперь, в настройках самого SIP-транка, да, у вас есть исходящие параметры, да, в исходящих параметрах, это уже, конечно, для продвинутых пользователей, да, если вы будете использовать generic trunk, у вас будут включены разные SIP-заголовки и переменные в AT-системе. Так вот, когда мы говорили то, что каждый пользователь уникальный, да, может использовать уникальный номер, да, где он находится, номер находится в добавочном номере в основном окне и мобильный, и исходящий Caller ID, вот он, да, это тот номер, который AT-S будет отправлять наружу. Так вот, если, скажем, у вас здесь введен номер, да, 123456, вы нажали сохранить, я использую Call Centric, например, да, я использую Call Centric, Call Centric поддерживает данный момент и отправляет номер наружу, настройка в исходящих параметрах я увижу, в какое поле, да, в каком поле будет отправляться номер. Вот мы видим, что Remote Party ID будет использовать номер, который указан в моем добавочном номере консоли управления. Данный провайдер, как мы уже сказали, использует именно это поле, он будет ожидать номер в этом поле, да, почему этот провайдер тестировался нами, мы знаем, что провайдер ожидает в данном поле. В вашем случае вы должны будете уточнять у вашего провайдера, в каком, если этот провайдер, конечно же, поддерживает такие настройки, если он поддерживает, уточняйте, в каком поле он ожидает номер, скажем, возможно, это будет From User Party или From Display Name и так далее, вот здесь вы всегда сможете выбрать данную настройку. Также можно использовать один номер для всех, да, скажем, один уникальный номер, не номер по умолчанию вашего отранка, скажем, вот этот, который вы указали, вы хотите использовать какой-нибудь другой номер, да, вот по умолчанию один номер будет для всех, да, как это сделать, вы указываете здесь этот номер, после в исходящем правиле, скажем, в моем случае, если провайдер использует данную, данную, заголовок, я просто выберу его здесь, Outbound Line ID, которая будет браться с консоли управления, я выберу вот эту настройку и получается будет один номер отправляться для всех. Так. То, что еще раз закруглимся, два вида транков, SIP-tranc и SIP-шлюз. SIP-tranc клиент, мы регистрируемся наружу, SIP-шлюз, мы сервер, к нам будет регистрироваться. Добавление номеров в экстренных служб, где настраивается, заходим в параметры, настройки АТС, опускаемся вниз, номера экстренных служб добавить, задаем название, задаем номер, на котором мы будем звонить, указываем, с каких номеров можно будет звонить, да, возможно, группа номеров и, конечно же, наш транк, вот мы видим в нашем случае уже есть определенный транк. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Кстати, можно будет произвести небольшой тест и позвонить на номер, который я только что создал. У меня здесь есть один тоже колл-центрик, кстати, колл-центрики, да, вы можете использовать для тестов, они выдают бесплатный номер, да, между которыми вы можете звонить, производить тест, вот в данном случае я буду его использовать. Пришел вызов в мою систему, давайте посмотрим, вот одновременное количество звонков, вот мы видим, пришел вызов на номер тысячи, да, это по умолчанию транк, начинается с десяти тысяч, название его колл-центрик, да, то, которое мы указали, и с которого номера мы звоним. номер был переадресован на внутренний номер 001, то, что мы указали в настройках СИП-транка. Сергей, спасибо за вопрос, возможно ли получить запись на вебинар? Запись на вебинар, вебинары, в общем, записываются, и, возможно, в будущем они будут выложены на странице Facebook. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы по теме по настройке Firewall, по настройке СИП-транка, если есть вопросы, давайте обсудим. Если нет, давайте сделаем перерыв на пять минут и продолжим с нашими следующими презентациями. Что скажете? Спасибо, Сергей. Стараемся, да, будем объяснять как можно проще. И, пожалуйста, не стесняйтесь, мы все учимся, будем отвечать на ваши вопросы. Все, увидимся через пять минут. Спасибо. 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 за субтитры, 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 за субтитры. Спасибо. за субтитры, за субтитры, за субтитры. за субтитры, наверное, продаж, за субтитры. за субтитры, за субтитры, за субтитры, за субтитры, за субтитры, Следующим модулем на тему «Голосовая почта». Следующим модулем на тему «Голосовой почты». По умолчанию для каждого добавочного номера голосовая почта будет включена. Следовательно, вы сможете оставить голосовое сообщение в добавочном номере. Если вы обратили внимание, в 3SEC-системе есть дайл-коды, в которых один из них, звездочка 4, это код голосовой почты. Следовательно, если вы хотите оставить голосовую почту, скажем, одному из внутренних добавочных номеров, номер, допустим, внутренний 101, вы нажимаете звездочка 4, 101, и напрямую вас АТС направит в голосовую почту тому пользователю, которому вы хотите отправить сообщение. Там можно будет сделать. Для каждого добавочного номера существуют разные языки голосовой почты. Получается, как мы знаем, в системе вы можете скачать системное сообщение на разных языках. После того, как вы скачали промпт системного сообщения, того языка, который вы хотите использовать, в добавочном номере вы сможете в настройке голосового меню, вы сможете зайти в окно голосового меню, выбрать язык голосовой почты и выбрать именно тот промпт, внутридобавочный номер которого будет его использовать. Следовательно, АТС будет многоязычный. Для каждого пользователя можете использовать разный язык для голосовой почты. Для чего еще также может быть использована голосовая почта? Возможно, не у всех ваших клиентов, именно пользователей АТС-системы, есть мобильные клиенты, смартфоны, на которые вы можете установить 3CX-клиент, как мы показывали вчера, скажем, на Android-телефон, на iOS-телефон, и получать вызовы или делать, или их создавать. Так вот, используя голосовую почту, вы сможете звонить на внешние номера. Как это можно будет сделать? Вы создадите правило, входящее правило, скажем, DID номера, если, скажем, у каждого вашего DID номера, возможно, будет свой уникальный номер, свой уникальный DID. Вы создаете входящее правило, которое будет направлено на внутренний номер. Во внутреннем номере вы зайдете в меню голосовой почты, вводя логин и пароль. После в данном меню у вас будет много разных настроек, таких как, возможно, изменить статус, прослушать сообщения, и, конечно же, одно из них будет создать, произвести вызов наружу, да. Для чего вы, скажем, хотите позвонить на какой-то интернациональный номер, не через свой мобильный клиент, не через свою мобильную сеть мобильного оператора, а именно используя АТС. Пожалуйста, это можно будет делать. Звоните на голосовую почту, в голосовой почте производите вызов на любой из номеров. Ну и, конечно же, как мы сказали, изменение статусов профайла, удаление сообщений. Все это можно будет также сделать в голосовой почте. Уведомления голосовой почты также будут доступны. Скажем, на самом телефоне у вас будет световая индикация, да, что после того, как вам оставят голосовую почту на телефоне, на разных телефонов, конечно же, есть, по-разному оно работает, да, но есть лампочка, которая будет мигать, показывать вам, что у вас есть голосовое сообщение, да. Вы можете, в общем, отправлять само голосовое сообщение на вашу электронную почту, если хотите так же, да, в настройках это можно будет сделать. Если вы зайдете в настройки, вы сможете это посмотреть, да. Получается, в параметрах e-mail у вас будет настройка без уведомления на e-mail, отправлять текстовое сообщение, уведомление, отправлять само сообщение как вложенное, и также настройка по отправке сообщения и удаление его с голосового ящика, именно с самой ETS. Мы также сейчас покажем, скажем, для чего нужно его удалять, да, когда уже перейдем к койте. Говоря про голосовое сообщение в веб-клиенте и в 3SX-клиенте, конечно же, визуально у вас будет очень удобней, да, это посмотреть. Получается, зайдя в веб-клиент, вы сможете увидеть, если кто-то вам оставил голосовое сообщение, у вас будет сам файл, да, вложенный, его сможете прослушать. То же так же, как и в вашем веб-клиенте. На настольных телефонах, как мы сказали, у вас будет световая индикация, что есть данное сообщение. Запись приветствий в голосовой почте будет доступен. Вы сможете записать для разных, для разного профайла уникальное приветственное сообщение. Например, в голосовой у вас добавочный номер находится в статусе доступен, да, вы сможете записать уникальное сообщение для данного статуса, да, приветствия. Вы можете записать приветствие для статуса отсутствует, да, если вы, скажем, направите вызов, когда добавочный номер отсутствует, вызов направили на данный номер, вы сможете воспроизвести другое сообщение, если звонящий попал в голосовую почту. В общем, для всех пяти статусов можно будет записать уникальные сообщения, и помимо этого, конечно же, основное сообщение, которое можно будет записать. Как это сделать, как записать сообщение? Его можно будет предварительно записать, да, и просто вложить в вайфайл. Возможно, вы будете пользоваться услугами профессиональных компаний, которые будут это делать. Главное здесь убедиться, что формат записанный файл будет соответствовать формату, который указан выше. Вайфайл, PCM, 8 кГц, 16 бит, монофайл. Или же можно это сделать просто через ATS-систему, да, вот в настройках вы сможете, мы видим, есть такая настройка, запись телефона, нажимаете сюда, указываете имя файла, как файл будет называться, после вы звоните на, вы указываете добавочный номер, куда ATS отправит звонок, чтобы записать сообщение. Можно это, в общем, делать также с телефона. Транскрипция в голосовое сообщение стала доступна в версии 15.5 в одном из сервис-пакетов. В общем, трехсторонний API от Microsoft, он же Bing Speech API, позволит вам переводить голосовое сообщение в файл, да, вот так будет, скажем, мы видим, что в примере ниже отправлено голосовое сообщение на почту, и чтобы пользователь голосовой почты не прослушивал все сообщения, да, он может вкратце прочитать, о чем данное голосовое сообщение, да. Транскрипция будет, в общем, преобразовывать в текст. Мы видим, что самое основное, вы сможете почитать, следовательно, если какие-то другие сообщения вам не нужны, вы сможете после их просто взять и удалить. Имейте в виду, что именно данная функция Microsoft Bing Speech, да, доступна только в версии Pro и Enterprise. Где ее можно будет настроить? Если вы зайдете в консоль управления, в параметры, да, голосовая почта, у вас здесь в меню вы сможете данную настройку включить. Кстати, здесь можно будет перейти по гайду, да, и ознакомиться с данной настройкой. Пожалуйста, давайте я вам скину прямо в чат, как будет работать транскрипция, как ее настроить. Так, квота голосовой почты. По умолчанию квота будет равна 5 гигабайтам. 5 гигабайт на все голосовые сообщения в АТС-системе. Вы сможете уведомлять администраторам, что у вас, в общем, достигнут объем квоты, да, на определенное количество процентов. Следователь, администратор может принять решение, либо попросить всех пользователей удалять их сообщения, да, либо же может включить вот такую настройку, чтобы это автоматически все производилось само, да, в течение определенных дней, 30 дней сообщения можно будет удалять. К сожалению, не все пользователи удаляют свои сообщения, что администратору стоит это учитывать. Говоря про безопасность в голосовой почте, если голосовая почта, если пользователи ей не пользуются, конечно же, мы рекомендуем ее отключать, да. Также вы сможете включить пин-код, да, голосовой почты, изменить его номер, да, до 10 цифр, чтобы номер был, в общем, более надежный. Имейте в виду, что если кто-то из других пользователей вашей АТС захотит войти в вашу голосовую почту, да, и, в общем, после трех неудачных попыток он будет заблокирован на две минуты, да. Именно голосовая почта, да, будет заблокирована на пару минут. Также хотелось бы добавить, мы говорили про внешние звонки через вашу голосовую почту, они по умолчанию у вас будут отключены, да, следовательно, в настройках, в параметрах АТС вы сможете их включить, да. Мы позже покажем вам, когда откроем АТС консоль управления, покажем, где находятся настройки, еще раз повторим. Говоря про резервную копию, да, в резервной копии мы знаем, что вы сможете выбрать, что именно вы хотите включать в резервную копию. В данном примере мы видим, что есть такая галочка «Включать голосовую почту», если вы будете переходить с одной АТС на другую, да, ваша голосовая почта будет перенесена. Еще раз, если же администратору не хочется создавать такой огромный файл, в котором будет находиться вся голосовая почта, допустим, если сравнивать его с голосовыми записями разговоров, да, их мы знаем, что их можно будет перенести отдельно, да, они могут быть указаны в отдельную папку. Голосовая же почта не может быть указана в отдельную папку, так как в ней также присутствует XML-файл. Так вот, что здесь можно сделать, чтобы сэкономить место самого файла, это использовать отправку голосовых сообщений на электронный адрес самого пользователя, да, чтобы с АТС каждый раз, когда отправляется сообщение, да, чтобы его автоматически удалять с системы. Ну, на этом все. Давайте мы покажем, где находятся какие настройки. Жду ваших вопросов. Так, коллеги, пожалуйста, подтвердите, если виден мой удаленный экран. Все, Сергей, спасибо, отлично. Так, ну давайте вот мы зайдем в мою голосовую почту. Добавочный номер 002. Включаем голосовую почту. Вот мы видим, что вы сможете отправить на почту, да, и удалить голосовое сообщение из ящика. Получается, это вам сэкономит место. То, что мы только что сказали. Будет отправлено, как вложенный файл, в A-файл, на вашу почту, следовательно, его можно будет прослушать, и файл будет удален. Здесь также можно будет, видите, в голосовой почте можно будет включать таймстамп, чтобы было указано, когда именно было отправлено сообщение, да, в 24-часовом формате, в MPM. Ну и вот в каждом, в общем, это главное приветственное сообщение добавочного номера. Оно может записываться здесь. Его можно будет добавить, либо записать с телефона. Ну и, как мы уже сказали, для каждого статуса, статус доступен, отсутствует, не беспокоить, можно будет записать отдельное сообщение. Вот мы видим, статус доступен, можно записать приветствие, да, данного сообщения. Точно так же для другого правила, для отсутствует, записываем новое сообщение, чтобы звонящий знал, что, допустим, кто-то не на месте, когда он вернется, возможно, кто-то в командировке, да, один из статусов, скажем, на бизнес-трип, в командировка, скажете, что я в командировке, вернусь с такого-то числа и так далее. Настройки по квоте, где находятся, заходим в параметры, голосовая почта. Мы видим номер сам голосовой почты. Квота голосовой почты, да, можно ее увеличить, автоматически удалять сообщение, вы можете указать, отправлять уведомления администратору. Распознавание текста, да, то, что мы, в принципе, говорили, вот он настраивается здесь, у меня версия стандарт, из-за этого меню недоступно. Кстати, вот здесь у меня есть еще другая ТС с версией Pro, можно будет, наверное, посмотреть. Да, ну вот примерно вот так оно будет выглядеть. Здесь можно будет выбрать и другой язык, да, и записать его. Так, далее. Мы сказали, что можно будет использовать голосовую почту, можно будет производить звонок, да, через голосовую почту, да. В настройках вам нужно убедиться, что вот в основных параметрах настройки у вас ограничений нет. Включить исходящие вызовы в системном голосовом меню. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Включите, пожалуйста, вопросы. Продолжение следует... Спасибо. Если вопросов нету, Сергей, уточните, есть ли у вас вопрос? Так, ну давайте мы продолжим с нашей следующей презентацией на тему голосовое меню. Здесь мы рассмотрим настройки самого голосового меню и посмотрим, как можно будет использовать голосовое меню в 3Sex-системе и подделать, так сказать, переключать, производить вызовы на добавочные номера, на группы дозвона и так далее. Итак, мы рассмотрим. Вашего меню предоставлять звонящему выбор, куда он хочет позвонить. Возможно, вы хотите позвонить на очередь звонков в отдел продаж, нажмите 1. Хотите позвонить с техподдержкой, нажмите 2. Возможно, у вас будет несколько голосовых меню на разных языках, так же можно будет сделать. Первое будет на английском или наоборот на русском. Хотите поговорить, услышать меню на английском языке и поговорить с английской техподдержкой, нажмите 1. Далее вы запишите промт на русском в том же сообщении, дадите возможность, нажав 2, позвонить на другой язык и так далее. Все это можно будет настроить. Также будет возможность звонящему, зная внутренний добавочный номер, позвонить напрямую. Как только вы попали в голосовое меню, зная добавочный номер, можно будет напрямую позвонить на него. Имейте в виду, что все сообщения в этой системе используют один и тот же формат. Вот он у нас повторяется здесь. Вейфайл. Его можно будет записать либо с телефона, либо файл должен соответствовать формату, который здесь указан. Как создавать голосовое меню? Очень просто. Все визуально, как и все другие настройки в нашей 3Sex системе. Открываем консоль управления. Голосовое меню добавить. Задаем ему название. Если у вас очень много голосовых меню, конечно же, здесь лучше указывать корректное название, чтобы была логика. Далее влаживаем наш файл. Который мы записали, файл голосового сообщения. Ну и, конечно же, выбираем само голосовое меню, язык голосового меню. Может быть, на русском языке, на английском, греческом и все другие языки, которые доступны в 3Sex системе. После того, как звонящий попадает в голосовое меню, вы принастраиваете кнопки от 0 до 9. И данные кнопки смогут делать переадресацию, либо же, как мы видим, отключать вызов. Получается, не будет никакого действия, если пользователь нажмет на одну из цифр. Завершать звонок, производить перевод на определенный добавочный номер. Возможно, вы хотите соединить его с группой пользователей. Или же у вас есть очередь в 3Sex системе, направить ее на очередь. Вызов, нажав на цифру 3, 4, 3, да. Может, у вас здесь еще одно голосовое меню с другим языком. Пожалуйста, можно его также перенаправить. Есть возможность 3Sex отправлять с голосового меню, отправлять на голосовую почту. Определенного добавочного номера. Как мы уже говорили, мы можем оставить сообщение. Также можно будет производить звонок по имени. Соединить, нажав на одну из цифр, можно будет произвести вызов по имени. Ну и, конечно же, можно всегда повторить сообщение, если какая-то кнопка, которую вы не запрограммировали, нажата, да. Можете предоставить повтор голосового сообщения. Все другие, наверное, настройки понятны. Но остановимся по функции вызову по имени. Как она будет работать? Получается, звонящий попадает в меню. В меню вы указали, если звонящий выберет цифру 1, тогда будет звонок по имени. Далее, что произойдет? Чтобы сработала данная функция, в первую очередь вам нужно будет записать индивидуальное сообщение, чтобы данная функция была доступна. Как только будет сообщение в добавочном номере записано, идентификационное сообщение, как только оно будет записано, звонящий в момент попадания в голосовое меню услышит. Пожалуйста, введите фамилию вашего пользователя, с кем вы хотите поговорить. Фамилия будет доступна только на латинице. И нажав на цифры, которые будут отображены на клавиатуре, скажем, фамилия Петров, вы нажимаете букву, если по-английски написать Петров, цифру 7, 3 и 8. В общем, вызов будет переведен на данный добавочный номер. Если существует несколько одинаковых фамилий, либо номер будет соответствовать той фамилии, у вас, у звонящего, будет два сообщения. Он услышит первое сообщение, первое, в общем, услышит сообщение, услышит второе сообщение, и система даст выбор звонящему, выбрать, с кем он хочет говорить, с первым или вторым пользователем. В общем, и после уже произойдет переадресация. Имейте в виду, что есть ограничения, сколько может быть совпадений однофамильцев или фамилий, которые начинаются с одними и теми цифрами, в общем, до 10 совпадений. После этого можно будет производить перевод. В общем, еще раз повторим. В общем, нужно записать голосовое идентификационное сообщение и убедиться, протестировать, что все работает. Прямое подключение будет доступно на добавочный номер. По умолчанию оно включено. Интервал таймаута между нажатием цифр в 2 секунды. Получается, если вы хотите позвонить в голосовое меню на внутренний номер 001, вы нажимаете 0, следующий 0 должен быть нажатый в течение 2 секунд. Если прошло более чем 2 секунды, произойдет таймаут, и либо произойдет переадресация, либо ничего не произойдет. В общем, эти в виду. Если вам необходимо отключить данную настройку, чтобы с голосового меню нельзя было позвонить, здесь вы можете обратиться в техподдержку. Мы покажем именно, какие параметры нужны для отключения данной настройки. В голосовом меню у вас также будет настройка без ввода в голосовое меню, если звонящий неправильно выбрал настройку, либо не нажал никакую из клавиш в течение определенного количества секунд. Вы можете указать количество секунд от бездействия звонящего, если он в течение определенного 60 секунд, скажем, в примере выше не нажал ни на кое сообщение. Вы можете либо повторить сообщение, либо уже завершить вызов и так далее. Точно так же, как если выбрана неверная опция, что нужно будет делать. Вы можете произвести переадресацию или же повторить сообщение. Переадресацию, как мы знаем, можно делать на группу звонков, на очередь, на VR или же на один из внутренних добавочных номеров. В момент, когда вы создаете входящее правило, вы также можете его указать во входящем правиле, вы также можете указать, проигрывать системное сообщение, если есть праздник. Так вот, если у вас настроен праздник, об этом мы еще подробно будем рассказывать, в общем, как только у вас настроен праздник и в празднике существует голосовое сообщение, во входящем правиле вам нужно, в общем, будет включить данное меню, после которого будет воспроизведено сообщение праздника, и после звонок будет направлен в системное голосовое меню, по умолчанию называется HUL, и уже будет использовать настройку именно того голосового меню. Если же у вас не настроен, в общем, доступен праздник, но в нем нет голосового сообщения, тогда АТС направит, будет делать переадресацию на меню именно самого HUL. Давайте мы вам покажем, где находится HUL меню. Переключим наш экран. Коллеги, подтвердите, если виден мой удаленный экран. Отлично. Заходим в голосовое меню, вот мы видим, что по умолчанию это системное меню, оно называется HUL. Данное меню удалить нельзя, оно у нас одно. В нем может быть, как мы уже сказали, одно из системных сообщений, так сказать, по умолчанию, да, вы можете его записать, именно касаемо самого меню, действий тех, которые будут здесь настроены. Так вот, мы говорили только что про праздники, да, если у вас есть праздник, который вы записали, праздничные часы, настроили праздник, вы его записали, и вы здесь не указали сообщение, да, сработает, сработает, что сегодня праздник, следовательно, система будет недоступна, будет переадресация, да, и какое сообщение воспроизведется, то, которое указано в голосовом меню HUL. Воспроизведется голосовое сообщение в меню HUL, и будет использовано меню самого HUL. Если же у вас записано голосовое сообщение, да, здесь вам нужно будет учитывать меню голосового, голосовое меню HUL. Следовательно, вы говорите, что сегодня, допустим, у нас праздник, если вы хотите поговорить с Максимом, нажмите 1, с Сергеем нажмите 2, с Олегом нажмите 3, да, или оставьте сообщение, нажмите 4. Так вот, настройка должна быть учитывать меню, голосовое меню HUL. Вот это вот. То, что, в принципе, было указано на слайде. Давайте мы еще раз перейдем к слайду. Еще раз повторим. В общем, придет входящий вызов, у вас доступен праздник, вы его указали воспроизводить сообщение праздника. Если сообщение присутствует, вы его записали и также учли меню HUL в его настройках. Если же сообщение недоступно, что произойдет, будет переадресаться на HUL и далее настройка самого ввода. коллеги, пожалуйста, есть у вас вопросы, давайте будем на них отвечать. Сергей, спасибо за комментарии. коллеги, это была наша последняя презентация. Если вопросов нету, буду ждать вас на следующей неделе. В следующей неделе у нас будет настройка через АТС, через PBX Express. Будем говорить про нее. Будем также рассказывать по настройкам бэкапов, создание бэкапов, записи разговоров, настройки удаленных телефонов, стан SBC. Кстати, коллеги у нас сегодня спрашивали. Это будет на следующей неделе, во втором дне, следующей неделе. В третьем дне мы будем говорить про правила переадресации добавочного номера, более расширена. Также поговорим про временные настройки, праздников, как корректно настраивать систему. Часы рабочие. Поговорим про hotdesking на следующей неделе. Будем ждать. Пожалуйста, подписывайтесь на наши следующие вебинары. Всем хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам также, Алексей. Всего доброго. До свидания.